Продолжение следует... Мы услышали про диджитал-трансформации в Украине, и у нас будет почва для дискуссии. Значит, у нас сегодня будут дискуссии Алексей Шабан, Мария Страшко, руководитель департамента международных переводов Приватбанка, Алексей Пузняк, директор департамента продуктов для частных лиц Райфайзенбанка ВАЛЬ, Юрий Батхин и Александр Карпов, директор ЕМА. У нас есть все участники сейчас. Сейчас мы подключаем людей. На самом деле в этой панели будем говорить больше верхнеуровнево. У нас будут следующие блоки конференции, которые посвящены более детальному рассмотрению каких-то отдельных блоков кроссбодера. Здесь мы поговорим скорее о важности, то есть о конкурентоспособности государства, о преимуществах и о том, какая есть база для развития глобальных платежей, в принципе, какая регуляция, которая обеспечивает возможное развитие этого рынка. У нас участники с рынка, собственно, мы поговорим о том, какая ситуация сейчас непосредственно в банках, какие потребности есть у клиентов, в каком виде услуг относительно кроссбодера, как менялось, что вообще за последний год, учитывая пандемию и прочее. И немножко поговорим о технологиях под капотом. То, о чем говорил уже Юрий, да, то есть что сейчас обеспечивает и поддерживает тот драйв, да, который необходим людям. Вот, собственно, это такой скуп вопросов, который у нас будет в обсуждении. Как у нас сейчас? Все ли подключены? Сейчас нам нужна минутка всех собрать. Я могу сказать от себя, что сама смотрела... О, у нас вот есть, да? Все, да? Практически, да. Из запланированных, да. Да. Мы слышали. Приветствуем всех. Доброе утро. Хорошо ли нас слышно? Прекрасно. Доброе утро, коллеги, да, отлично. Доброе утро. Все ли были уже с самого начала конференции, слышали ли предыдущие доклады? Или лучше как-то какое-то овывью и вернуться? Судя по всему, слышали. Все слышали, да? Я тогда предлагаю вот такой первый вопрос, большой, такой глобальный, наверное. У меня какое-то ощущение, поправьте, если неправа, что где-то еще год назад, вот будучи на каких-то глобальных конференциях по трансграну и так далее, как-то больше рассматривался этот рынок и вопрос с точки зрения регуляции со стороны финансового регулятора вот в этом ключе. Сейчас, когда, собственно, произошла вся эта пандемия и такие как бы кардинальные изменения потребительского поведения, и рынок, в принципе, по тем репортам, о которых тут уже упоминали, тут же Макинзи и другие, говорят о том, что рынок был достаточно прогнозируемый. И неизменный по своему росту в течение последней декады, ну, 10 лет, и буквально за несколько месяцев этого года кардинально изменились как бы там с роста на падение, и вообще поменялось все внутри, что его дрейвило. И вот создается ощущение, во всех репортах идет уже анализ не просто финансовой регуляции для этого рынка, а такой глобальный как бы вопрос, что происходит в рамках мира, что происходит вот с теми же людьми, которые перестали зарабатывать деньги, ездить через границы, как поменялся туризм и все-все-все. И это какой-то становится более широкий вопрос уже не только к финрегулятору и Центробанку, но и почему мы, собственно, приглашали сегодня Минцифры, да, то есть еще и с точки зрения цифровых трансформаций. То есть мы перешли на какой-то более другой уровень анализа этого рынка уже не просто с точки зрения финрегуляции, а с точки зрения готовности государства мира, да, к цифровым трансформациям, которые очень сильно отражаются на этом рынке. Вот у вас есть такое ощущение или я тут преувеличиваю? Можно я начну, да, все-таки немножко к регуляторам. Есть такая фраза о том, что для того, чтобы в экономике произошли какие-то события, обычно нужно больше времени, чем вы думаете. Но эти события происходят намного быстрее, чем вы ожидали. Это первый момент. Второй момент. Я в этом цели не вижу ничего плохого, потому что, когда рынок все время стимулирует регулятора идти дальше, дальше, дальше в той сложившейся системе, экосистеме, которая, допустим, была до пандемии развиваться, да, и самое интересное, что регулятор начинает думать о том, что правильно сделать для рынка. И вот для меня один из примеров того, что тот же самый Минсбанк сыграл в чем-то, может быть, не на опережение, но оказался готовым к пандемии больше, чем сами участники рынка, это изменения, вернее, описанные над Национальным банком технологии удаленной идентификации пользователей, клиентов банка. То есть мы, по сути, выпустили эти описания на месяц позже, после того, как случился карантин, но сегодня практически только три банка запустили к модели, которые, вернее, к практическую реализацию этих моделей. И сейчас, да, мне сейчас кажется, что сейчас мяч скорее на стороне рынка, для того, чтобы реализовать все те возможности в переформатированном мире, которые уже есть. Алексей, а как ты считаешь, что необходимо сейчас на финансовом рынке, если говорить об Украине, а как ты считаешь, что в Украине, с другой стороны, например, с другой стороны, мы уже демонстрироваться не могут, потому что СЭПа — это пространство, в котором в котором ходят платежи евро, но тем не менее 2,5 или 3 банка уже умеют хотя бы в одну сторону эти переводы предпринимать. Соответственно, что-то зарегулировано, но тоже не совсем правильно. Поэтому что менять? Ну, я думаю, что нам просто нужно всем поработать, как регуляторы, так и участникам рынка. Может быть тогда Приватбанк и Райфайзен поапеллируют. Доброго дня, давайте Приватбанк рекомендует. Стоит сотково підтримую Алексея Володимировича, что нам нужно попрацювати краще. Потому что как раз час, как бы, для того, чтобы працювать и навчать клиентов, как сделать и другие операции в безусловном способе. Как раз период, и мы спостерегаем, и у меня будет далее в презентации, как изменился рынок и как изменились звички клиентов. Поэтому я хотела только сказать, что в этом году все наши партнеры, прежде всего, начали думать уже не про доходность, как это было в прошлых годах, а начали думать про клиента, про дистанционные каналы. И поэтому с самого начала коронакризи, которая в Европе была раньше, уже началась, чем у нас, мы працювали над навчанием клиентов и переведением этих клиентов в дистанционные каналы. Потому что практически у каждой компании, у каждого нашего партнера онлайн-платформа была. Но в онлайн-платформе тарифы на действие переказов, они в разы дешевше для клиента. И поэтому, когда мы в 2000 годах пропонували, а давайте поглянемо в эту сторону, давайте переводим клиентов полностью 100% в цифру, они были не зацикавлены, потому что, прежде всего, стояло питание доходности у каждого на первом месте. То сегодня ситуация изменилась, и если взять и посмотреть на структуру переказов, то больше 50% клиентов уже совершают переказы, не отбирая пунктов отправки. И наше завдание было научить этих клиентов, мы также подсветкиваем клиентов за кордоном, мы направляем клиентам контент, как совершить переказ. И мы спостерегали, например, в Испании, Германии, Италии, это именно те рынки, где увеличение переказов с официальными каналами, именно те рынки. И мы провели аналитику 100 тысяч клиентов, которые получили в Польшу за последние 4 месяца, то можно посмотреть, что уровень финансовой инклюзии там достаточно низкий. То есть клиенты, которые едут из областных центров, сел, они достаточно низкого уровня финансовой грамотности. Поэтому тут столько банков недостатньо. Если бы мы не хотели их научить, мы не можем до них дістатися. Поэтому, чтобы дальше рухать этот рынок, нам нужна синергия всех, и Национального банка, и государства в целом. Потому что очень много работы, и тут нужно, мабуть, навчать клиентов в тих каналах, куди они еще обратятся. Да, если посмотреть на профиль этих клиентов, на 50% они только имеют как бы картку, або имеют какие-то каналы, коммуникации с этими клиентами. Поэтому час, возможности для навчания этих клиентов. И я маю надею, что не только Приватбанк, а и несколько банков, а и остальные участники рынка будут долучаться до навчания клиентов, и до распространения финансовой грамотности среди наших клиентов. Потому что на сегодняшний день Национальный банк абсолютно не заважает развитку послуг для клиентов. Потому что все условия, которые мы сегодня надеем, в принципе, если клиент там, даже там по Ельмита, все очень просто. То есть, на уровне Национального банка сделаны все возможности для клиентов. Тут нужно больше работать с тем, что клиентов нужно научить. А другий фактор – это то, что не все клиенты могут даже использовать переказы, потому что, например, в Польши, самый большой рынок, они работают неофицийно. То есть, как бы мы им там не пропонували, у них немае возможности удостоверить этот переказ. Они и по часу не попадают в течение пункта удостоверения переказов, если вам там на заводе або где-то платят готівку, потому что до 5-ти годин. А эти сервисы, которые мы там предлагаем, удостоверить в банкоматах, не всегда они для клиентов доступны, если они в Украине не пользовались карткой, то научить их пользоваться дистанционными каналами, банкоматами, сайтом, потому что можно и без банка отправить сегодня переказ, и без картки, и без банкоматами завершить переказ на сайтах. Они не всегда доступны. Мы с партнерами на протяжении всего этого года отмену на мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Это трансграничная торговля. И один из моментов, который до конца так я не вижу, чтобы был урегулирован, это наши фрилансеры, работающие на зарубежные рынки. И основная проблема, которая сейчас стоит, она в документообороте, в тех документах, которые клиент должен предоставить для того, чтобы получить перевод из зарубежа, вывод своих денежных средств. Давайте честно, как это работает. Глобальные интеграторы типа Payoneer методами кэшколы от множества разных потребителей услуг. Ну условно, я дизайнер, который рисует бриотипы. У меня 15 контрагентов, они все в разных странах. Им непонятно, куда и как платить. Слово Payoneer они понимают. Значит, они платят на Payoneer, у меня там накапливается сумма условно 300-400 евро, я хочу перевести сюда. А мне надо invoice. Вот invoice мне от кого сделать? От кого из этих 15? И кто его сделает? Вот этот вопрос документарного оформления денежных потоков из-за границы, даже если я оформлен как предприниматель, его просто надо структурировать более детально и понятно. И мы как банки с удовольствием проговоримся, как это делать и даже поможем им это сделать. Алексей, а ты считаешь... Можно ремарку, точнее вопрос? Конечно. Ты считаешь, что это можно решить путем изменения какой-то нормативки именно Национального банка или все-таки о какой-то другой нормативке идет речь? Я думаю, что это надо совместными усилиями проговорить, как именно наша нормативка применяется к стандартным рыночным механизмам, на которых данный рынок уже построен и работает. Я помню дискуссию прошлого года, извини, когда Укрпочта говорила о том же, то есть они видят ту же проблему. Те, кто из украинских субъектов малого предпринимательства торгуют на международных площадках, для них потом проблема ввести деньги сюда, потому что вот с той же самой проблемой, которую ты описал. Инвойс на весь этот объем они показать не могут. Окей, я зафиксировал вопрос, который стоит поставить, будем пробовать ставить. Потому как, ну, придется налоговый, им же надо показать, как мы заплатили и за что. Ну, вот это парадокс нашего регулирования. То есть, с одной стороны, мы продвигаем цифровые... Не менее интересный момент. Значит, вот у меня, как у компании, есть необходимость воспользоваться, ну, допустим, сервисом с ежемесячной подпиской с ценой 10 долларов в месяц. Значит, строго говоря, у меня есть два варианта. Либо я эти 10 долларов в месяц плачу своей частной картой и потом как-то на представительские списываю. Либо я за 10 долларов в месяц ищу международного поставщика, ну, допустим, там, Figma или InVision, у которого, конечно же, нет представительства в Украине. Конечно же, нет дистрибьютора, который может выставить invoice, потом предоставить счет фактуру, акт оказанных, акт приемки и так далее. То есть, наш бумаготворческий процесс, сопровождающий коммерческую деятельность, не адаптирован для электронного мира. Он просто не подходит. С ним надо что-то менять. У меня есть, вы знаете, реальная ситуация. Я вообще, когда... Вообще эта идея возникала с конференции, это был такой мой личный тоже pain point, потому что я между двух стран, там, Британия и Украина, еще, там, пять лет назад, перевод с обычного банка, как сейчас есть в привате, вообще был невозможен. И даже смски не доходили от банков, потому что они только, по-моему, на обычный телефон звонили, ты был в роуминге в другом номере телефона. В общем, вайбер-сообщения не было тоже, и все, ты был отрезан. Сейчас ситуация намного лучше, но вот реальный кейс. Опять же, пандемия, да, вот смотрим. Многие молодые люди, вот берем молодежь, которые только сейчас уже являются клиентами банков, но хотели бы большего в плане услуг, люди перешли на то, что преподают онлайн. И у них есть зарубежные ученики, с которыми они хотят взаимодействовать и получать оплату. И они пока не могут найти решение, в итоге решение уходит в плоскость, а те говорят, так давайте PayPal, и мы как бы опять... ...свои всякие реквизиты, да, и откроют там доступ или там каким-либо образом перекидываются с украинским человеком. И это другая тема. А тот человек за рубежом говорит, я не мог... ...с основной деятельностью... ...выгодно, и вся эта тема закрывается и схлопывается. И получается, нету пока решения для обычных людей, для той же молодежи, и вот как раз для категории людей, которые ушли в цифру, работают в цифре, даже находясь вот за рубежом. Вот как это решать сейчас? У вас есть какой-то комментарий? А это все поток валюты в странах? Да. То есть пока нету решения, возможно, интеграции. Юр, может быть, ты прокомментируешь тоже? Ну, во-первых, это тренд, да, который ты показывал и на диаграммах тоже. То есть куда ушли, какие потоки, да, что сейчас актуально, что нет. Плюс выплатежная система, вы очень много видите статистики, и в принципе вы такие, ну, футурологи в каком-то смысле, да. То есть вот как, что происходит с такими кейсами сейчас, и что с ними будет происходить? То есть какие решения вообще? На самом деле происходит то, что мы сейчас обсуждаем, да, происходят поиски и попытки, скажем, найти хоть какой-то вариант. Да, конечно, мы уже не первый год работаем над тем, чтобы то, что является привычным для украинского рынка, и, собственно, какие-то переводы, это то, что мы делаем. Но, наверное, в случае, если не важно, это там практически нет физических каналов, это то, что вот и Мария много говорила, да, и в основном и те или иные диджитал-каналы, и внешние, и интербанковские. И сегодня, ну, мы бы хотели увидеть, потому что рынки очень большие, да, мы затронули это в одну часть, на самом деле бизнесы, связанные с дизверсментами, это огромный, да, глобальный бизнес, и просто P2P-переводы, это триллионы долларов. И, конечно, обладая соответствующими технологиями и рельсами, которые есть у нас, с быстрыми переводами, настолько активно, есть, как бы, определенные, я бы сказал, ментальное различие восприятия этих сервисов, которые есть позитивные в нашем регионе, более негативные в других странах, и это серьезный для меня барьер. Есть барьер внутренний, зачастую, если мы говорим о том, и Brewsterji войны, без людей, coфотности до народа, которые начинаем, наверное, tuna ворусске являются так же, конечно, с mä strip origт保онные, Продолжение следует... 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 Вы можете комментировать как глобально, так и Украину, естественно, нам она очень интересна. Все же таки официальными каналами, то 95% это будут переказы кэшлэс.